Всем привет, с вами Аламерт, и сегодня я бы хотел затронуть тему гибели героев нашей любимой вселенной Варкрафта и составить топ по мере драматичности, значимости и так далее. Кто-то погиб героически, отдавая жизнь за свой народ, кто-то из-за собственной трусости и слабости характера, а кто-то просто пал жертвой темных сил, но обо всем по порядку. Итак, начнем. Сразу скажу, что мой топ может не совпадать с вашим, поэтому напишите свой топ по своему усмотрению в комментариях, и я обязательно прочитаю у каждого. Начнем, пожалуй, с самого неоднозначного персонажа-антагониста. И поначалу я даже не хотел включать его в топ, но потом все же решил, что Килл Джедан заслужил как минимум 10 место. После того, как Килл Джедан был повержен, он, вероятно, всего раскаялся в содеянном, ведь, как мы знаем, он был лишь пешкой Саргераса и довольно-таки сильно его боялся. Я... я всегда завидовал тебе. Ты видел, что нас ждет. Я так и не смог дать Саргерас отпор. Теперь у тебя есть шанс. Велен, несмотря на то, сколько бед причинил ему и его народу Килл Джедан, не добивает своего бывшего друга и даже не роняет гневного слова. Новоизбранный на тот момент вождь Орды Волджин ведет войско Орды на расхолотных островах во время вторжения Пылающего Легиона на Азии Рот, где во время битвы получает смертельное ранение от рук демона. Не дай Орде погибнуть все. Он просит Сильвану отводить войска Орды с расколотых островов, потому что демонов было во много раз больше. Волджин был доставлен в Аргримар и прямо перед своей смертью назначает новым вождем Орды Сильвану. Ты должна стать вождем. Волджин мертв. Кто из вас поможет мне отомстить? Волджин сделал достаточно многое для своего племени и для Орды в целом. Он был верным другом и его вряд ли забудут его товарищи и братья по оружию. Одна из самых трагичных смертей в Варкрафте 3 – смерть утра светоносного наставника и друга своего убийцы Артеса. На тот момент уже рыцаря смерти. Отдай мне урну и ты умрешь без мучений. В ней прах твоего отца Артес. Неужели ты осмелишься вновь оскорбить его память? Я и не знал, что в этой урне. Но это не важно. Так или иначе, я получу то, зачем пришел. У паладина находилась урна с прахом отца Артеса, которая нужна была рыцарю смерти, чтобы воскресить Некроманта по имени Келтузет. У Артеса была четкая цель и несмотря ни на что он ее выполнил. Надеюсь, для тебя уже приготовлено место в аду. Боюсь, мы этого никогда не узнаем, утро. Все дело в том, что я собираюсь жить вечно. Воздаятель Мраат, Дриней Паладин, принявший участие во многих сражениях и войнах. Он рассказывает королю Вариану Рину о вождях Дренора, прежде чем тот послал силы Альянса воевать с ними. Во время штурма Шатрата против Железной Орды он закрыл магическим щитом света Дринейку Ирель от ударного взрыва Чернорука, а сам героически погиб со словами Своим героическим поступком он спас не только Ирель, но и весь город, который так и не смог защитить в своем прошлом, за что он корил себя многие годы. Я знаю, что пути назад нет, но если есть хоть малейший шанс предотвратить все те ужасы, свидетелем которых я был, за это я отдам все с радостью. Мать Света Зера Одна из первых Наару, которые появились во время сотворения мира. Она была рассудительной, мудрой, справедливой и довольно могущественной. Она верила, что с ее заклятым врагом, пылающим легионом, должен был справиться Иллидан, дитя Света и Тьмы, как гласило пророчество. Однажды Свет очистит его сметенное сердце, и он станет величайшим героем. Он разобьет пылающий легионом. Кстати, если вы еще не знаете, у меня на канале выходит сериал по мотивам аудиодрамы, посвященной Алерии и Турелиону, об их вступлении в Армию Света, где Зера сыграла одну из ключевых ролей. И вот на Виндикаре Зера впервые лично увидела Иллидана. Она знала, что он их надежда, и его душа должна очиститься Светом, прежде чем он исполнит свое предназначение. Видимо, за столько лет ожиданий и поиска избранного Зера не церемонилась, насильно заковала Иллидана в оковы Света и собралась наделить его им, несмотря на возражения и сопротивления Иллидана. И этот поступок определил ее судьбу. От Зера остались лишь мелкие осколки и пыль. Изера. Аспект природы Зеленых Драконов. На сцену ее гибели без слез точно не взглянешь. Большая часть Изумрудного Сна была охвачена Изумрудным Кошмаром из-за первого сатира Ксавия и Пылающего Легиона. Когда Изера появилась на горизонте, Ксавий швырнул в нее артефакт, осверненные слезы и луны, который сразу же поразил ее. Изера была поражена Изумрудным Кошмаром и превратилась в чудовище. Впоследствии Изера была повержена и перед смертью к ней вернулся свой разум. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На четвертом месте сцены смерти короля Лордерона Терена Цеменитила Второго. Подруг собственного сына. Весь Лордерон ликовал из-за победы принца Артаса над плетью и с радостными возгласами встречал его в Лордероне. Даже музыка создавала здесь подходящую атмосферу и нагнетала чувство чего-то страшного. Эпично открыв ворота тронного зала, Артас обнажил свой клинок. Тебе больше не придется страдать ради своего народа. И нести бремя этой короны. И я позабочусь обо всем. Теренес был основателем Альянса Лордерона, созданного для противостояния оркам во время Второй войны. И правил Лордероном около 70 лет. Его гибель лишила Альянса предводителя в один из самых трудных периодов Азерота. Я становлюсь королем, Атьянс! Гром Адский Крик был вождем орочего клана Песни Войны, а также лучшим другом и братом по оружию вождя Трала. Он, как и большинство орков, принимает кровь демона, тем самым обрекая свой народ на вечное рабство. Громы его воины повторно испили кровь демона, чтобы одолеть Кенария. После этого Трала удается очистить его разум, и вместе они направляются в каньон Моннорота, чтобы покончить с ним навсегда. Как предсказуемый орк! Я знал, что ты живешь! Раб, нацепивший одежду войдет в тело. Я вижу, ты привез с собой маклучьего гроба. Мальчишка верит, что тебя еще можно спасти. Но он не знает, что за огонь сжигает твою душу. Вы не можете отречься от самих себя. Прячетесь за мазкой законов. Но сердцем вы понимаете, что мы одинаково... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Девушки отдыхают С гибелью Монорота договор крови перестал действовать и легион больше не имел никакой власти над орками. Гром умер, зная, что он сам и его народ теперь свободны. В аналогии с этим ролик Warlords of Draenor выглядит еще более эпичным, даже с отсылкой пробивающей на ностальгию. Субтитры создавал DimaTorzok Для меня Артас считался главным героем всего Warcraft. Ведь ему было посвящено больше всего кампании в Warcraft 3, даже в качестве камео в кампании ночных эльфов он появлялся. Очень было жаль прощаться с таким значимым для этой вселенной персонажем. Все позади? Теперь да. Короли не правят вечно, сын мой. Мой взор застилает тьма. Я все же думал, что его деяние не так быстро закончится, но, видимо, я просто очень сильно к нему привык. Как большинство из вас могли догадаться, на первое место я поставлю смерть Вариана Рина. Он сам понимал, что вряд ли вернется с этого боя, и поэтому он на протяжении долгой дороги к расколотым островам писал письмо своему сыну Андуину, словно с того света. Вряд ли можно обвинять Орду в том, что она не прикрыла отход Альянса, а позаботилась лишь о своей шкуре, ведь спустя момент на их место уже толпа демонов приперлась. Поэтому король принимает решение пожертвовать собой, чтобы корабль Альянса смог спастись из рук Сквернобота. Отдав письмо Гену, он эпично падает, ваншотнув Инфернала, оставаясь неедине с Ордами Демонов. Тебя будут помнить, как короля, который отдал свою жизнь в пустую. Во имя Альянса. Мой отец. Король Вариан Рин отдал жизнь за свой народ. Он знал, никто, даже сам король, не может быть важнее Альянса. А также напоминаю, что вы можете написать свой топ в комментариях на эту тему. Поэтому жду. Думаю, битва за Азерот преподнесет нам еще немало смертей главных персонажей. Хотя, кто знает, как там все обернется. Ну а с вами был Аламерт. Не забудьте поставить лайк, поделиться роликом и подписаться на канал. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok